Привет, это Навальный с предновогодней сказкой. И да, мне понадобятся эти 5000 рублей, потому что так уж устроена наша страна. Хочешь рассказывать, плати. Популярный рождественский фильм, который сейчас будут крутить по всем каналам, Гринч, похититель Рождества. И у меня тоже что-то похожее, только не выдуманное, а совершенно реальное. История о человеке, запрещающем вам интернет. Весь следующий год пройдет под знаком великой битвы Путина-Единой России с интернетом. Подготовка к ней идет полным ходом. На днях внесен законопроект, по которому людей будут штрафовать на 5000, а потом даже сажать на 15 суток за проявление неуважения к власти в интернете. Поэтому я эту купюру прямо сейчас при вас откладываю на будущий штраф. И теперь ни в чем себе не буду отказывать. Выскажу своего неуважения на все 5000. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, х**но собачье. А, решил ко мне лезть, ты засранец, вонючий, мать твою. Объектом моего крайнего и явного неуважения сегодня станет сам автор этого удивительного законопроекта. Запомните его хорошенько. Это главный путинский солдат в деле борьбы с интернетом. Именно он придумывает и вносит самые идиотские, самые вредные запреты, направленные на то, чтобы вы не могли вот в этой нашей сети не говорить, не смотреть, не читать, не писать. Все должно быть с разрешения Путина, Медведева, Единой России и, видимо, нашего героя. Сенатора от Красноярского края Андрея Клишеса. Это вообще весьма запрещательный дяденька. Он является автором и вдохновителем львиной доли запретительных, неконституционных законов, принятых за последние два путинских срока. Про СМИ и иностранных агентов и безумные штрафы – это он. Про уголовку за одиночные пикеты – тоже ему спасибо. Ну вот недавнее про изоляцию российского интернета. Примеров еще масса. Есть граждане, которые систематически привлекаются к административной ответственности за нарушение установленного порядка. Есть случаи, когда лица в десятки раз, Владимир Владимирович, привлекались к этой ответственности, но, тем не менее, должного воздействия на них это не оказывает. Ну прямо видно, что вот выкладывается человек, вкалывает, ломает голову. Ну что бы еще такого россиянам запретить? А широкая публика его не знает, не замечает плода его кропотливой многолетней работы. Несправедливо это. Исправляемся. Андрей Александрович Клишес. В Совете Федерации он с марта 2012 года стал сенатором буквально через неделю после переизбрания Путина. И если в начале политической карьеры он провозгласил лозунг «Я запрещу им все» и пошел писать «Митинги нельзя, пикеты нельзя, СМИ с иностранным финансированием нельзя, интернет нельзя», то теперь ему этого недостаточно. Клишес вскарабкался на новый уровень своих потребностей. Теперь он требует уважения. Но ты просишь без уважения. Ты не предлагаешь дружбу. Ровно поэтому его новенький законопроект именно о наказании за неуважение к чиновникам. Ну что же, давайте разбираться. Есть ли за что сенатора Клишеса уважать? Ты даже не назвал меня крестным отцом. Он начал свою юридическую карьеру в 1995 году. Приехал в Москву из Екатеринбурга, поступил на юрфак РУДН. На один, кстати, курс со мной. Еще во время учебы он устроился на свою первую работу – в Российский фонд федерального имущества. Вот вы, я уверен, много раз слышали про приватизацию в России, ее несправедливость, незаконность, ограбления, знаменитые залоговые аукционы. А мы знали, что каждый проданный завод – это гвоздь в крышку гроба коммунистов. Дорого, дешево, бесплатно, с приплатой. Двадцатый вопрос. Двадцатый. Вот именно фонд федерального имущества все это делал на практике. А наш клишес оказался в самом центре этой веселой конторы. Он, как юрист, предавал этим махинациям вид законности. Там и случилось главное дело его жизни. Он оформлял приватизацию, ну, то есть помогал украсть, норильского никеля. Это такой советский супергигант мирового масштаба. Вся страна горбатилась, чтобы построить это чудо за полярным кругом. На тот момент это был монополист на рынке никеля, меди. Ну, вообще, одно из главных предприятий в мире по производству цветных и драгоценных металлов. Ну, понятно, что лакомый кусочек, который стоит немыслимых денег. Но Россия, она как устроена? Если что-то государственное стоит немыслимых денег, то с помощью небольшой махинации это можно забрать почти бесплатно. Государство объявило залоговый аукцион, на котором вот весь этот норильский никель был куплен за смехотворные 170 миллионов долларов аннексием банком, принадлежавшим олигархам Потанину и Прохорову. Спустя несколько лет. А только Прохоров, заработавший на норильском никеле миллиарды, вложит в американский баскетбольный клуб Нью-Джерси Нец 200 миллионов долларов. Ну, то есть сумму большую, чем та, за которую в свое время было куплено огромное советское предприятие. Поэтому сейчас, когда вы видите репортажи о том, что Потанин на шестом месте списка Forbes с 16 миллиардами долларов, а Прохоров на 13-м месте с 9,5 миллиардами долларов, то вот, вот откуда вселись все эти деньги из норильского никеля. Больше не было никакого предпринимательства или бизнеса, не было ничего. Ну так мы отвлеклись от нашего клишеса. Наш герой, тогда еще гораздо более худенький, вот это все и оформлял от имени государства. И очевидно, его усилия были оценены по заслугам, потому что сразу после того, как норильский никель у нас с вами украли, покинул государственную службу и пошел работать куда? В Аннексимбанк к олигархам Прохорову и Потанину. И проработал 15 лет. Все, это конец его биографии, и сказать-то больше особо нечего. Ну и еще он в свободное время заведует кафедрой в Университете Дружбы Народов. Он не бизнесмен, не предприниматель, не изобретатель. Обычный корпоративный юрист, сделавший карьеру на мошеннических залоговых аукционах в 90-е годы. Менеджер, работающий на олигарха. Не пойди клишес во власть, никто бы никогда и не узнал о нем, ну кроме подписчиков деловых изданий и какого-нибудь еженедельника, юридический вестник Норильска тиражом 200 экземпляров. Но нет, захотелось человеку власти и славы. Он подумал и решил, что раз он у нас успешно украл огромный завод, то лучше знает, как нам с вами правильно жить, что нам можно, а что нельзя, о чем нам можно писать и разговаривать, а о чем нет. Он совершенно искренне нас ненавидит, презирает и пытается затолкать всех в загон, а потом закрыть на амбарный замок. Потому что мы, те, кто может написать про него в интернете, мешаем ему жить, мешаем ему заниматься тем, что ему действительно нравится. Недвижимостью, часами, деньгами и собаками. Я прямо ощущаю, как этот зимний холодный день становится для вас теплее только от этих кадров. Посмотрите, какая красота дух захватывает. Мы подлетаем к швейцарской даче российского сенатора Клишиса. Да, настоящий фанат Путина должен жить только так. Перед нами тысяча квадратных метров драгоценной швейцарской земли, а на ней дом 432 квадратных метра. Сам дом трехуровневый, внизу парковка, чуть выше небольшой бассейн. Но, конечно, главное тут вид. Никакая камера не может передать эту красоту швейцарских гор, возвышающихся над озером Лаго Маджоре. Именно это видит Клишис, выходя на балкон своего дома. Мы показывали фотографии этого дома еще в 2014 году, потому что тогда поймали Клишиса на жульничестве. Он задекларировал швейцарский земельный участок на 400 квадратных метров меньше, чем есть на самом деле. Но потом мы на какое-то время бросили заниматься сенатором, а вспомнили о нем только сейчас, в связи с войной с интернетом. Решили рассказать вам больше о его имуществе и сами поразились. Хей-хей, это специальная вставка в наш основной видеоролик. И мы сейчас с вами будем только листать фотографии госслужащего Клишиса и считать, сколько стоят его наручные часы. Итак, вот эти за 12 миллионов рублей в самом низу нашего хит-парада. Далее идет экземпляр за 18,5 миллионов рублей. А вот это на запястье у нашего слуги народа часы за 20 миллионов рублей. Какое квадратное уродство, скажете вы. Но просто вы ничего не понимаете. Стоит это 26 миллионов рублей. А вот это интересно сколько? И мы быстро находим ответ. 28 миллионов рублей. А вот эти почти столько же. А вот это Patek Philippe. Кстати, единственное название, которое смог произнести сам. Кажется скромненькими, но нет. Это самые дорогие. 32 миллиона рублей. Но в самом деле, почему бы человеку, который на государственной зарплате пишет для вас законопроекта, не купить себе часы за 32 миллиона рублей. Пусть покупает, все нормально. Всего часов у клишеса мы насчитали на 163 миллиона рублей. И это далеко не все. Присоединяйтесь и вы. Берите фотографии, сравнивайте с сайтами продавцов и завидуйте. Вот скажите, сколько человеку надо дач? Переформулирую. Сколько человеку надо усадеб? Огромных таких поместий-дворцов с придомовыми территориями, садами и помещениями для прислуги. Как мы уже установили, у клишеса есть дом в Швейцарии. Конечно, есть и в Подмосковье. Естественно, на Рублевке. Горки-2. Буквально в паре километров от резиденции Путина в Новогоогорёва. Дом 1200 квадратных метров. Три этажа. Огромная территория. Беседки всякие. Красивый ландшафт. На спутнике видно еще одну группу строений. Там, друзья мои, псарня. Клишес живет с 30 собаками. Он вообще собак, в отличие от граждан России, любит очень сильно. Дом у него настоящий питомник. Он возглавляет кинологические федерации. Судит соревнования и даже выпускает журнал про такс. Клишес приобрел этот участок в 2003 году. Его площадь, давайте вместе померяем линеечкой. 8400 метров. 80 соток. Теперь достаем кадастровые выписки и видим. Действительно, вот этот кусочек оформлен на клишеса. Вот этот тоже, где дом. А вот этот, самый большой, нигде не оформлен. По документам, это вовсе не клишесовская усадьба, а земля их ТСЖ. И выходит, что клишес уже второй раз, точно так же, как в Швейцарии, не полностью декларирует свое владение. Эти пять с лишним тысяч метров должны быть указаны у него в пользовании. А они не указаны. Через три года после приобретения этой дачи, нашему сенатору с его псами стало тесно на Рублевке. И он приобретает новый дом на Пестовском водохранилище. Это север Москвы. Мы сейчас отправляемся и туда. Вот здесь, прямо на берегу реки с собственным причалом. Пожалуйста, поверьте мне на слово. Вот под снегом река начинаются владения клишеса. Сами дома скрыты за деревьями. Их общая площадь около двух тысяч квадратных метров. Там же стоят рождественские олени, лошадки, какая-то стая зайцев. Общая площадь этого участка более тринадцати тысяч квадратных метров. Одно целое три десятых гектара. То есть почти в два раза больше, чем у него есть на Рублевке. Сейчас вы подумаете, что я шучу. А я не шучу. В общем, через три года после приобретения вот второй дачи клишесу снова стало тесно. И в 2009 году он покупает участок на Истрия. Это запад Москвы. Ну вот посмотрите лучше сами. Мы с вами подлетаем к одному из самых монументальных строений Подмосковья. Участок на этот раз еще больше. В шесть раз семь с половиной гектаров. Ну а дом, ну слушайте, я даже не знаю, как про этот дом говорить. Эта резиденция еще не достроена, но уже очень впечатляет. Площадь самого строения, в это сложно поверить, но девять тысяч квадратных метров. Помните дворец Шувалова, который мы вам показывали? Так вот это два таких дворца. Так как мы с вами ужасно любознательные и нам не нравится сенатор Клишес, то на всякий случай смотрим, у кого он купил эту землю. Ведь жуликоватые чиновники обожают покупать недвижимость сами у себя. Так вот, Клишес купил земельный участок у ООО «Русская традиция». Конечно же, по старой русской традиции владеет этой компанией офшор с британских Виргинских островов. Ну а там, где офшор с BVI, всегда проглядывают ушки какого-то фаната Владимира Владимировича Путина. Но в нашем случае не ушки, а усики. Смотрим по базе. У этой конторы есть Майбах. Автомобиль за 12 миллионов рублей. Раз есть автомобиль, значит, должен быть и богатый дядя, который ездит на этом автомобиле. Находим с вами 100 штрафов, наложенных на этот автомобиль за нарушение правил дорожного движения и отсматриваем все фото нарушений. Все нарушения, связанные с неправильной парковкой, совершены у Совета Федерации. Место работы сенатора Клишеса. И мы довольно быстро обнаруживаем лысого плотного мужичка, садящегося в это суперавто. Ба, да это наш герой. Сенатор Андрей Клишес с собственной персоной едет по важным государственным делам в автомобиле, который, ууу, забыл задекларировать. Ну, конечно же, неудобно Майбах в декларацию заносить. Но вот и записал на офшор. Ну, а дальше мы находим еще кучу признаков, указывающих на то, что офшорная компания принадлежит сенатору Клишесу. Управляет ее русской дочкой Еремян Эдуард Витальевич. Этот же самый человек числится заместителем Клишеса по кафедре конституционного права Юрфака Руден. Приглядевшись, мы видим, что Еремян и Клишес очень близкие люди. Они партнеры по НКО «Современная история», которая, вы будете смеяться, тоже записана на офшор. И вообще, Еремян восплывал такой любовью, такой страстью к сенатору, что даже на свое имя зарегистрировал 13 доменных имен со словом «Клишес». Клишес А, Клишес АА, Аклишес. Ну и так далее. Мало того, Еремяну удивительным образом передалось помешательство Клишеса на собаках. И он, как маньяк, регистрирует еще десяток собачьих доменов. Сайт про английских бульдогов, про французских, про борзых, про зенинхундов и даже про чихуахуэнья. Это чихуахуа из Мексики. Ну то есть Еремян этот, по нашему мнению, обычное подставное лицо, управляющее офшорными делишками сенатора Клишеса. Ведь самому ему строго запрещено владеть офшорами. Подвожу итог нашей рождественской истории. Интернет в России хотят ограничить, а нас с вами сажать и штрафовать за проявление неуважения к государству и чиновникам в интернете. И человек, который пишет эти законы, свихнувшийся от ощущения собственной значимости жулик, помешанный на недвижимости, часах, шубах и собаках. Я надеюсь, но он хотя бы из собак своих шубы не делает. У него незадекларированная земля в Швейцарии и Подмосковье. У него незадекларированный майбах. Все признаки указывают на то, что у него тайный офшор. Он непосредственно организовал самые гнусные и воровские махинации в ходе приватизации 90-х. И это чучело теперь требует, чтобы мы к нему проявляли уважение под угрозой штрафа и ареста. Так давайте же пообещаем друг другу в эти последние дни 2018 года, что в наступающем 2019 мы не окажем ни грамма уважения этому сборищу жуликов и воров. Всем этим Путиным, Медведевым и Клишесом, что мы с вами будем делать все возможное, чтобы их единая Россия провалилась на выборах. И мы для этого будем участвовать в проекте «Умное голосование», что мы не будем их бояться. И сделаем все возможное, чтобы освободить нашу Россию от всей этой шушеры. Работает над этим наш план на 2019 год. С наступающим!